Музыка До окончательного присоединения уделов к московской державе в Ярославле было 13 князей из двух династий. Первая – Всеволод Константинович, Василий Всеволодович, Константин Всеволодович, Василий Васильевич и Мария Васильевна. И вторая династия – Федор Ростиславович, Михаил Федорович, Давид Федорович, Василий Давидович, Василий Васильевич, Иоанн, Федор Васильевич и Александр Федорович. Сложность исторических судеб, суровость эпохи, бесчисленное множество врагов только ярче подчеркивают для нас величие подвига святых Созидателей России. В начале 1237 года Ярославль был разорен татарами. В Сидской битве 4 марта 1238 года пал первый ярославский князь Всеволод. Летопись упоминает, что Бог сохранил Василия, который остался княжем в Ярославле. Наследственное княжеское утвердил за ним батрик. В 1245 году Василий Всеволодович вступил в брат княжной Ксении, и у них родились сын Василий и дочь Мария. В 1249 году князь Василий скончался, и на похоронах присутствовал святой благоверный князь Александр Невский. В месяц с святым Василием подведен брат его святой Константин. 3 июля 1357 года князь Константин с многочисленной дружиной вступил в битву с татарами на Тоговой горе. Ярославцы бились мужественно, но сила взяла вверх. Князь Константин был убит. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok К Марии сватались многие, но княгиня Ксения всех отвергала Марии около 1259 года по выбору своих дядей Бориса Ростовского и Глеба Белосельского К Марии сватались многие, но княгиня Ксения всех отвергала Князь Белосельского Мария около 1259 года по выбору своих дядей Бориса Ростовского и Глеба Белозерского Вступила в брак с сыном князя Смоленского Удельным князем Ажайским Федором Ростиславовичем Черным Который начал управлять княжеством Ярославским Обязательным достоинством было благородство происхождения Как и все русские князья он был Рюриковичем Другим немаловажным обстоятельством была его красивая представительная внешность и обходительность Молодая жена Мария составила счастье возвышающегося в своем положении князя У них родились сын Михаил и две дочери Все это говорит о прочности любви Федора к своей жене У новой семьи были высокие традиции Это была семья героев и святых мучеников В политику Ярославского княжества стола Федор внес иную традицию Вместо жертвенной самоотреченности князей первой династии Принцип благоразумного ограждения Повара сильнейший, хотя и иноземной власти Федор был храбрым военачальником Но больше благоразумным дипломатом Противоположность относительному спокойствию княжения Федора Его личная жизнь изобиловала событиями, приключениями и опасностями Субтитры создавал DimaTorzok 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 По условиям Ордынского Ига, Фёдор, чтобы править благополучной Ярославльем, должен был наладить отношения с Ордой. Это ему удалось неожиданным и блестящим образом. Князь, как пишет владыка Иоанн, был не просто верным вассалом и сторонником монгольских ханов, но вел по отношению к Орде особую, благоразумную политику, направленную прежде всего к русской пользе, но мог еще и быть полезной для обоих народов – русского и татарского. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Федор был талантливым военачальником. Он, как некоторые русские, другие русские князья, явился во рту со своим войском и сражался заодно с татарскими войсками в походах против ясных и камских болгар, отвлекая аппетит артынцев от русских пределов. Благодаря выдающимся успехам в этих походах он больше других князей выдвинулся перед артынским троном. Мужество, красота, ум и вежливое обхождение заставили хана и ханшу полюбить его. В особенности он нравился ханше, и она бы смела намерение отдать ему жены свою дочь. Историк Рамзин пишет, Федор, быв в варде, мужественной красотой и разумом, столь пленил царицу монгольскую, что она желала выдать за него дочь свою. Но тут Федор оказался твердым. Служа хану, он не шел в него на поводу и хранил свою веру и нравственные будущие силы. Он заявил, что жена, и вера запрещает брать ему вторую жену. А ответ был важен и не вызвал царского гнева. Вскоре после отказа от брака Федор вернулся в Мироплав. Федор Рамзин Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А это самые маленькие наши артисты. Давайте их поддержим. Каковы, хлопцы, а? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Затем постригались волосы в знак того, что детям посвящается Богу. После совершения обряда, отрока сажали на коня. Это означало его будущие самостоятельства. Руку давали оружие, что указывало на обязанность воина защищать родину от внешних врагов. С ранних лет дети сопровождали в покутах отца. С молодых лет книги учили грамоти. При обучении старались знакомить их с книгами священного писания. Главным образом с Евангелием и Псалтирию. Не всегда гладко проходило. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте поддержим нашего самого маленького артиста. Молодец! Какой красивый князь! Ну вообще, посмотрите на него, какой красавчик! А свита какая у него! О, загляденье! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дальше мы не пойдем. Спасибо! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Казалось бы, новое счастье пришло к Федору. Он оставался русским князем и не сделался православным татарином. Когда из Ярославля пришла весть о смерти сына, Федор отправился у тесте на княженье в Ярославль. Он проводил его с великой честью и с множеством татар. И, скажи, какие вы везё с уралью? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все желающие могут пойти в параллот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Князь полагал, что русские и татары могут жить мирно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА